Далеко не каждый таким терпением и вниманием окружает своих пожилых родственников. А сотрудница территориального центра социального обслуживания Ленинского района Наталья Ершова заботится о своем подопечном легко и с улыбкой. Кашка на утро. Он подогревает, он привык, в микроволновку знает. Суп тоже научились. Второе – пишу, сконно скука. И если кушать со сметаной, обязательно указываю. А так как Леонид Сергеевич – одиноко проживающий пенсионер, ему просто необходим рядом человек, который будет контролировать его действия, помогать и поддерживать в непростой жизненной ситуации, помогать в бытовых вопросах и просто скрашивать досуг. Все это предусматривает услуга территориального центра социального обслуживания Ленинского района Бреста под названием «Дневной присмотр». Я работаю с 1 июня 2022 года. Вот сразу мы с Леонидом Сергеевичем и познакомились. Ну, особенности у него такие, что человек помнит то, что было давно, в молодости, а вот такая вот как оперативная память отсутствует. Что-то вот покушать, я говорю, может забыть, микроволновки может забыть. Так вот, чтобы себя обслужить, пойти в магазин, в магазине потеряется. В подобных случаях родственники таких граждан могут обратиться в территориальный центр Ленинского района города Бреста и получить подробную информацию о данной услуге, а после предоставления необходимой медицинской справки заключить договор на предоставление услуги «Дневной присмотр». Мы обслуживаем людей не совсем здоровых, вот с нарушениями какими-то. Во-первых, я считаю, что это помочь человеку, конечно, помочь. Помочь в такой ситуации нелегкой, улучшить качество жизни, чтобы он чувствовал собой участие, уважение, пусть даже любовь, теплоту. Я считаю, что это все помогает в этой ситуации тяжелой. С 2022 года в нашем территориальном центре предоставляется социальная услуга «Дневной присмотр». Эта услуга предоставляется гражданам, достигшим пенсионного возраста, а также инвалидам первой и второй группы, не достигшим пенсионного возраста. Гражданам, у которых сохранны двигательные функции, и они еще не нуждаются в услугах сиделки, но в силу определенных заболеваний не могут контролировать свое поведение. Ну, например, человек может выйти в магазин за покупками, а вернуться обратно самостоятельно не может. Социальный работник может находиться у получателя услуг более двух часов в день. За это время он успевает убрать, сопроводить на прогулку или в магазин, приготовить свежий обед, проконтролировать прием пищи и лекарств и оказать помощь в проведении санитарно-гигиенических процедур. Но самое важное, что человек уже не ощущает себя одиноким, а его жизненное пространство организовывают так, чтобы, оставаясь один, он чувствовал себя комфортно и в безопасности. Граждане с такими заболеваниями требуют особого внимания к себе, терпения. Поэтому каждое действие человека, социальный работник, она корректирует, направляет, даже если надо, и подписывает, для того, чтобы человек, когда он остается один в своей квартире, чтобы он не забывал, что, зачем, должен сделать, ну и всю последовательность действий.